о сервис привет перед тем как начнется сегодняшний ролик в привычном для всех контексте для нашего канала с улыбкой на моем лице я бы хотел сказать пару слов я знаю что многие клиенты и наши подписчики переживают за нашу компанию так как она устойчивая ребята работают с нами долгие годы но ситуация в стране сейчас коснулась нас всех двух человек призвали из нашего коллектива мы с ними на связи у них все в порядке насколько можно мы их поддерживаем необходим по необходимости но у вас возникает правомерный вопрос что будет с обслуживанием наших автомобилей но я как руководитель компании могу прогарантировать вам что обслуживание будет на том же высшем уровне мы уже провели некоторые работы с нашими ребятами они будут подменять тех кого тех кого призвали на эту военную операцию так выразимся поэтому в качестве услуг и предоставления запасных частей мы вас не подведем можете за это не переживать а теперь мы переходим к привычному контексту ну я считаю это нужный момент с улыбкой на моем лице сейчас нельзя отчаиваться сейчас нужно держать себя в кулаке продолжим мы все-таки с улыбкой господа улыбка нам сейчас необходимо так как от улыбки станет всем светлее очень актуальный вопрос связан он с ценами на запчасти и у нас накопилась некая статистика по одним и тем же запчастям для volvo все мы по ним прекрасно как мы жили-жили не тужили с ценами на запчасти это все длилось до марта этого года в марте цены подскочили там два в три в четыре раза мы их зафиксировали потом прошло несколько месяцев мы в начале июля еще раз проверили на эти позиции что с ценами этот ролик мы сегодня применим в монтаже также оставим на него ссылочку его можно посмотреть отдельно а сегодня мы сделаем как бы четвертый столбец с ценами и сравним с тем что было до марта во время глобального подражания в начале июля и что сейчас вопрос актуальный так как сейчас ситуация с деньгами всех напряженная и владельцы автомобилей хотят быть в курсе что происходит с ценами на запчасти так как эксплуатировать автомобили мы еще будем единственный момент который я хотел бы отметить очень неустойчивая ситуация стала с того самого марта нас на цены и связано это с поставками то есть не всегда мы можем скажем так цену держать удерживать так как запасы наши истощаются и мы вынуждены заказывать даже есть такие случаи мы продавали некую партию товаров а заказали следующую партию дороже чем продавали нашим клиентам поэтому однозначно нам некоторые пишут у вас там дорого дешево то никто не пишет как вы понимаете а вот то что где-то дороговато пишут ну друзья все что мы можем и делаем ценовой контроль у нас уже давно ручной хотя раньше он был автоматический насколько возможно мы цены регулируем и пытаемся контролировать их моменте а теперь переходим к самому интересному и так начнем из тормозных дисков перед собой у меня лежит два производителя оригинал и аналог фирмы от и диски абсолютно одинаковые в оригинале лежит тот же от и скорее всего по качеству тут никаких вопросов быть не может и расхождение тоже да есть и других фирм производители диски также и китайские производители но давайте мы будем наблюдать за качественными все-таки позициями и отталкиваться от них и так цена на оригинальный диск до подорожания до марта была 7 900 в марте диски стали стоить 19 с половиной в начале июля 16 сейчас оригинальные диски стоят 12 500 далее мы приводили пример с тормозными дисками галфер тут ситуация немножко другая до подорожания строя стоили 3 900 стоимость за один тормозной диск всегда объявляется во время подорожания в марте 8 900 в начале июля 6 700 а сейчас галферовских дисков нет наличие нигде не у наших поставщиков не у нас если бы они были стоили бы по 900 но мы можем предложить тот самый от и и он нас стоит час 11 с половиной но все-таки от и и наверное класс до фирмы выше галфера поэтому и стоит подороже ну скажем так против оригинальных 12 с половиной один с половиной цена различается ненамного но тем не менее различается так как в качестве потери нет я считаю можно устанавливать переходим к колодкам колодки оригинальные и колодки той же фирмы от и и тоже отличий никаких нет в качестве давайте посмотрим что с ценами до подорожания оригинальные колодки стоили 8 400 в марте 2700 в начале июля 15700 сейчас они стоят 13 200 подешевели немножко цена опустилась это приятно далее колодки от и и стоили 33 900 в марте 13 200 колоссальное качество дорожание далее 8 800 сейчас стоят 12 300 с колодками ситуация складывается вот таким образом далее следующая позиция соленблок соленблок продольного рычага передний в предыдущих примерах мы приводили стоимость оригинального соленблока и не оригинального но так как качество не оригинал то же самое что оригинал и я считаю что смысла оригинальный сленблок обсуждать никакого не имеет так как одно и то же качество и так стоил соленблок 3 200 в марте 9 400 далее в начале июля 5 200 сейчас он стоит три с половиной тысячи рублей практически цена вернулась до было 3 200 до марта до подражания грубо говоря в том году сейчас он стоит 3500 отлично далее ремни грэм то же самое берем оригинал и берем ремень грэм отличного производителя инна в принципе качество то же самое что и по оригиналу но давайте посмотрим что с ценой комплект ремня грэм он идет соответственно два ролика натяжной и промежуточный и сам ремешочек это уже не по 3 платформа для разнообразия мы взяли по вторую и так поехали оригинальный комплект стоил 13 в марте 27 23 стоил в начале июля и двадцать одну тысячу рублей стоит сейчас не оригинал и на стоил 6 в марте 12 500 в начале июля 11 а вот сейчас к сожалению стоит 18 850 ну опять-таки как я вначале и говорил это зависит от поставщиков от поставок наверное есть на то какие-то причины не знаю уж какие но нам достаются запчасти это тоже как бы не за без не бесплатно и соответственно наценка достаточно стандартная на запчасти у нас поэтому такая вырисовывается цена далее у нас идет амортизатор я не стал его приносить мы рассмотрим с вами амортизатор фирмы сакс стоил он 3 400 в марте он стоил 15 в начале июля амортизатор передний стоил 13 800 сейчас он по-прежнему стоит 13 800 то есть амортизатор что это такое та часть которая установлена передней оси амортизирует соответственно ход движения автомобиля и рассматривали мы с вами амортизатор тоже на п-3 платформу и последняя позиция рычаг рычаг на п-3 платформу оригинальный рычаг выглядит он таким образом кстати оригинал идет без упаковки и не оригинал фирмы мук он идет уже в такой огромной упаковки ну по качеству я не могу сказать что мог плохого качества или качество оригинала это такое наверное все таки средний по качеству средняя по качеству деталь давайте посмотрим что по ценам рычаг оригинальный стоил 18 в марте 41 в начале июля поднялась цена оригинального рычага ужас до 50 тысяч 700 рублей сейчас он стоит вот этот вот самый оригинальный рычаг 30 300 подешевела позиция муг стоил 18 500 март 31 июль начало июля 22 сейчас стоит 19 200 тоже просела позиция друзья но как мы видим в основном на основное количество запчастей цены понизились то есть все-таки рынок немножко устаканился да хотя мы видим что курс просел сильно относительно того года но тем не менее запчасти нет и связано это с некими перебоями в поставках бывает что тяжело в принципе насытить свой склад какой-то позиции мы даже не берем в расчет стоимость детали так как мы работаем не под заказ мы работаем со своего склада мы держим свои склады я вам больше того могу сказать что вот ремень грм до который стал стоит достаточно дорого относительно про прошлой цены если мы сейчас распродадим их по 18 тысяч рублей и их не будет а будут примеру только там по 20 по 25 тысяч рублей это будет конкурентно обоснована с оригиналом мы возьмем на склад такую позицию чтобы она у нас была и чтобы не подвести нашего клиента которому необходима эта деталь того чтобы он продолжил экспрати эксплуатировать свой автомобиль ребят вот такая ситуация запчастями естественно мы будем бороться с ценами продолжать бороться как и делали это раньше хотелось бы вам пожелать удачи вашим автомобилям не ломаться но если что-то не дай бог случилось обращайтесь с радостью поможем и вылечим ваш автомобиль друзья всем успехов до новых встреч и даст до новой недели пока